Новые правила. С 2014 года выпускников школ больше не будут награждать медалями. Вместо них лучшие ученики получат аттестат с отличием. Претендовать на него могут 11-классники, успешно сдавшие выпускные экзамены и получившие итоговые пятерки по всем предметам. О том, к чему приведут нововведения и как на них реагируют будущие выпускники, в сюжете Юлии Шнайдер. В этом году Ксения Машинская должна была получить серебряную медаль. Подвел английский. Только по этому предмету ученица крепкая четверка, которую всеми силами она хочет справить в ближайший срок. Не столько для определенной награды, сколько для себя. Выпускнице нравится учиться. Я занимаюсь дополнительно английским языком. Стараюсь выйти на нужный уровень, чтобы все-таки закончить с красным. В принципе, я считаю, что это не самое важное именно медаль. Самое важное, конечно же, знание. Рассуждать о ценности медали проще тем, кто ее уже получил. Сабаил – выпускник гимназии прошлого года. Своим трудолюбием он заслужил серебряную награду. По-моему, ничего серьезного не происходит. Особо не изменится ничего. Все равно как-то будет поощрять тех, кто хорошо учится. Но на уровне поступления это не поможет. Уже пять лет золотая и серебряная медаль при поступлении не пригождаются. Даже отличившиеся ученики поступают на общих основаниях. Все сдают единый государственный экзамен. Медаль просто дорога, как память. Подтверждение ученического трудолюбия и усердия. После ее отмены каждая школа сможет предложить свой вариант награды. Мы выработали систему поощрения через выделение именных вознаграждений главы администрации города Новую Рингу. А кроме того, награждение той сувенирной продукции, которая имеется в Новом Рингуе. Какой памятный атрибут вручат отличникам учебы в этом году, пока за завесой тайны. Ясно одно. Не изменится суть церемонии награждения. Как и прежде, на сцену главе администрации будут приглашены лучшие ученики. Для того, чтобы получить заслуженные красные аттестаты. Юлия Шнайдер, Константин Малыш, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова